Здравствуйте! С вами канал Кита на любой вкус. Сегодня я буду консервировать помидоры. Поделюсь с вами рецептом, уже давно мною проверенным. Этот рецепт является одним из моих любимых, а помидоры получаются, ну, очень вкусные. И давайте посмотрим, какие ингредиенты нам понадобятся. Спелые помидоры, сладкий болгарский перец, зонтики укропа. Я беру именно зонтики, потому что в отличие от зелени, они дают больше аромата. Лавровый лист, несколько зубчиков чеснока, листья смородины и листья вишни. Если у вас их нет, ничего страшного, можно их не добавлять. Перец черный горошек, перец душистый горошек. Можно использовать смесь перцев, 70% уксусная кислота и, конечно же, сахар и соль. Для маринования помидоры выбираем очень тщательно. Не должно быть на них никаких пятен, точек, ни в коем случае не кладем сюда порченые помидоры. Их следует хорошо промыть холодной водой. Также мы хорошо промываем сладкий перец, удаляем семена и перегородки. Зонтики укропа, листья смородины, вишни и лавровый лист на 2 минуты заливаем кипятком. Затем эту воду сливаем. Это дополнительная стерилизация. А чеснок следует просто почистить и промыть холодной водой. Банки я уже подготовила. Я их помыла обычной пищевой содой. Я ни в коем случае не использую моющие средства, так как они плохо смываются. Дальше мы их стерилизуем либо над паром, либо в духовке. В общем, удобным для вас способом. Также нужно простерилизовать крышки. На дно литровой банки добавляю 2 зубчика чеснока, 2 листика вишни, 2 листа смородины, по одному лавровому листу. 3 горошины душистого перца, 4 горошины черного перца. Сладкий перец у меня крупный, поэтому в каждую банку я добавлю по половине. Добавляю по небольшому зонтику укропа. Перед тем, как укладывать помидоры в банку, следует их проколоть вот таким вот образом вилкой, либо деревянной палочкой или зубочисткой в нескольких местах. Сладкий перец можно укладывать не только в самый низ, можно его чередовать с помидорами, чтобы избежать пустот. Сверху добавляем еще по небольшому зонтику укропа. Теперь заливаем кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на 10 минут. После того, как мы замерили, сколько воды нам всего понадобится, готовим маринад. Из расчета на 2 литра воды добавляем 5 столовых ложек сахара без горки и 2 столовые ложки также без горки соли. Ждем, пока сахар и соль полностью растворятся и маринад закипит. Спустя 10 минут воду с помидор сливаем и заливаем кипящим маринадом. На литровую банку я добавляю неполную чайную ложку 70% уксуса. Это приблизительно 2 трети. И закрываем. Выбираем под теплое одеяло либо полотенце до полного остывания. Затем храним в темном, прохладном месте. А зимой наслаждаемся вкусными помидорами. С вами был канал Еда на любой вкус. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые рецепты. Делитесь рецептом с друзьями. И до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok